Персональная выставка Армана Баймуратова, которая открылась сегодня в музее Костеева, носит название «Ёмкое и короткое». Молодец! С одной стороны, это название одной из работ, с другой стороны, это слово может вполне характеризовать автора. Арман Баймуратов без преувеличения талантлив во всём. Режиссёр и дизайнер, оператор и художник, судьба одарила его щедро. И эта экспозиция стала для 44-летнего художника первой персональной выставкой. Он как бы открывает своё сердце нам, зрителям. И мы можем почерпнуть из его картин очень много для себя. Мы можем обогатиться его духовным потенциалом, его мастерством, его умением так живописно и так глубоко передавать образ. Работы, представленные на выставке, разнообразны по сюжетному и художественному замыслу. В своих полотнах автор рассказывает об окружающей нас действительности, передаёт её незаметные на первый взгляд подробности, отображает положительные и отрицательные стороны человеческой натуры. Они повествуют о жизни, поэзии, детстве, где каждый человек может найти частичку себя. Если человек ищет не только в себе, у других тоже красоту, наверное, она отражает. Здесь отражается не только мой мир, это отражается, как бы, рядом, который со мной был. Это вот большинство влияния имели вот дядя, мама и тётя. Сматриваться в эти полотна, пытаясь разгадать замысел художника, можно долго и с удовольствием. И смыслов тут открывается множество. Причём у каждого зрителя они могут быть свои. Визитной карточкой выставки стала работа под названием «Жарайсон» или «Молодец». Именно она встречает нас первой. Эта яркая в цветовом смысле и по эмоциональному накалу картина дала название всей выставки. Работа, которая приглашала нас на выставку, работа «Молодец», она такая яркая иллюстрация выбора человеческого из всей массы, вот там голубые тона. Это энергетика голубая, синяя, это ментальная, это причинно-следственная энергетика людей. Картины Армана Баймуратова «Зима», «Букет», «Девочка с веером», «Весна» отличаются особой, характерной манерой письма. А в работах портретного жанра, таких как «Меценат», «Кислый», «Дирижер», автор отображает индивидуальные черты своих героев. В некоторых работах, таких как «Молчание» или «Изображение», художник дает волю эксперименту, трансформируя форму, придавая ей символическое звучание. Полюбоваться картинами, составить о них собственное мнение и решить, насколько же автор в действительности «Молодец» вы можете на третьем этаже музея Костеева. Алевтина Мадьярова, Алматы.